Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите Честный обзор. Сегодня я дам вам совершенно четкую инструкцию, как выбрать робот-пылесос, на какие параметры лучше всего обратить внимание и за что не стоит переплачивать. Расскажу все плюсы и минусы, так что вы четко сможете сориентироваться. Все это я приведу на примере, на мой взгляд, хорошего выбора робота-пылесоса Xiaomi Mijia LDS Smart Robot Vacuum Cleaner. Черный. Все подробности смотрите прямо сейчас в Честном обзоре. Вперед! Первое, на что вам стоит обратить внимание при покупке робота-пылесоса, это не только его цена. Здесь, конечно, экономить не стоит. Лучше сразу возьмите подороже. Дело в том, что у более дорогих моделей хорошая мощность всасывания. К тому же они совмещают в себе две опции. Это и просто пылесос, и моющий пылесос. У хороших моделей, достаточно дорогих, есть прекрасная ориентация в пространстве. Они не будут тыкаться беспорядочно в разные препятствия и тратить дополнительную энергию, проходя один и тот же участок. Этот робот-пылесос будет работать как надо, как человек. Давайте посмотрим распаковку. Ну что, друзья, начинаем распаковку робота-пылесоса. Маленький-маленький терминатор. Я почему говорю, что это терминатор, потому что он тоже умный, он может разговаривать, он может выполнять голосовые команды и запускаться с Яндекс.Станции Алиса. Это очень важно. Ну все, давай смотреть, что у нас внутри сейчас. Народ. И торжественный момент. Приятный запах новинки. Я, если честно, очень люблю, когда пахнет чем-то новеньким. Это, как понимаете, это как новый автомобиль. Там просто запах такой приятный. И здесь, когда открываешь вот этим китайским... Подожди. Главное не уханькаться. Вот здесь находится сам робот-пылесос. Мы его пока что откладываем в сторонку. Ну вот точно станция. Вот так она выглядит. Прямо, видимо, там еще какой-то выключатель. Она тяжелая, кстати. Шнур питания китайский, то есть потребуется переходник. Значит, здесь есть, я также вижу, что в коробке видны запасные щетки. Вот торчат, видите, да? Вот здесь. Это щетки или не запасные, или те, которые будут использоваться здесь. Я пока и не разобрался. Робот-пылесос у меня первый в жизни. И вот еще здесь что? Еще какая-то... Приблуда. Ну а это и есть тряпка, при помощи которой он будет делать влажную уборку. Мне обещают, что она будет работать одна полгода. И теперь самый ответственный момент. Мы распечатываем робота. Маленький терминатор. Внучка терминатора. Шварценеггер уже дедушка. И вот его внук, господа. Вот так это все выглядит. Ну, честно, солидно выглядит. Он тяжелый. Вот эта штука, выпирающая здесь, это так называемый радар, при помощи которого он будет ориентироваться. Многие жалуются, что он цепляется за какие-нибудь препятствия, если хочет пройти под стол, например, да, или под диван. Посмотрим, на так ли это будет. Я думаю, что вот такое расстояние особо роли не играет. Оно очень небольшое. У этого робота есть два основных недостатка. Первый из них китайская прошивка, создающая некоторые трудности. И второй глянцевая поверхность, которая быстро залапывается. И его нужно как-то постоянно протирать, чтобы он выглядел лицеприятно. Что касаемо китайской прошивки, то наши российские умельцы уже сделали русскую прошивку. И она даже с приколами. Он будет вас называть кожным ублюдком, если пожелаете. Я не знаю, правильная ли эта форма, чтобы попадать в углы. На мой взгляд, более логичным было бы сделать его каким-нибудь квадратным или прямоугольным. Снизу мы видим щетки. Вот эти ролики колеса явно не проскальзывающие, потому что, вот посмотрите, протекторы. Да на нем можно просто, я не знаю, в гонках без правил участвовать. И еще говорят, что на этих пылесосах любят кататься животные, и проблем никаких не будет. Действительно, чувствуется, что колеса очень мощные. Вот и вся распаковка. Это все, что было в коробке. То есть, здесь получается док-станция, фильтр воздушный, блок питания и микрофибра для влажной уборки. Внутри, чем славится конкретно эта модель, находится бак, который, во-первых, более емкий, чем большинством таких же подобных моделей. Модель, которая может совершать одновременно комбинированную уборку и влажную, и сухую. А можно по отдельности, а можно отключать влажную. Для того, чтобы ваш робот запустился, нужно установить приложение по QR-коду, который находится в инструкции. Здесь вы видите кухня, которую я могу отметить и, например, направить пылесос на уборку только в кухне. Могу добавить прихожую, либо зал. Что-либо из этого я могу убрать, так как мне удобно. Также в основном меню можно подрегулировать не только место, в котором вы будете убираться, например, кухня или прихожая, да? А можно обозначить, чтобы пылесос убрался исключительно под столом. Стол у меня обозначен как четыре точки. Вот, это стол. Я могу сделать таким образом, и в радиусе этого круга пылесос совершит уборку, не затрагивая другие места. Если вам неудобно пользоваться кругом, то можно использовать квадратное обозначение периметра уборки. И, например, вот здесь, чтобы пылесос убрался исключительно под столом. Самое важное, о чем вы должны знать, устанавливайте регион Китай, иначе он не синхронизируется. Также вы видите зону, обозначенную красным квадратом, которую я могу перемещать в любое место. Это зона ограничения, которую робот воспринимает как стену. Точно такая же здесь, где у меня стоит сушилка для белья. И дальше мы увидим, как он обойдет виртуальное препятствие, которое я установил для него возле вот этой самой сушилки для одежды. Причина очень простая. Он постоянно об нее стукался, и сейчас мы видим, он обходит ее, словно там стена. Сейчас мы поднимаем меню, и здесь, видимо, управление. Мы можем выбрать пылесос, просто сухая уборка, пылесос и влажная уборка совмещенная. И, наконец, просто влажная уборка, когда пылесос фактически не шумит во время уборки. Давайте используем то, что наиболее интересно и актуально. Пылесос и влажная уборка. Здесь у нас есть варианты. Бесшумный режим, когда сила всасывания не очень высока, но при этом достаточная, и шумит он меньше всего. Стандартный режим стоит всегда по умолчанию. Я ставлю иногда средний, иногда турбо, но на стандартном пылесос прекрасно справляется. Уровень расхода воды низкий, средний, высокий, можно регулировать. На среднем, ну, хватает одного бака, наверное, на 2-3 уборки. На низком, на все 4. Единственная проблема, что тряпочку лучше ополаскивать. Когда я выбирал робота-пылесоса, многие начали советовать мне не покупать моющие, потому что якобы вода в нем протухает, и тряпка тоже все это начинает вонять, и оно не круто. Опровергаю в какой-то степени, но в какой-то степени соглашаюсь. Поначалу тряпка не воняла, использовал в течение недели. Со временем, когда она сильно намокла и застоялась, действительно начала вонять. Но проблем с этим нет. Можно каждый раз ее снимать и постирать, либо просто помыть под краном. Снятие тряпки делается в одну секунду, просто одним движением. Раз, помыл в ванной, и все. Оставляем сушиться на батарее, ставим, никаких запахов нет. В самом бачке вода не протухает. Тряпку легко можно отстегнуть, потому что она крепится обыкновенными липучками. Вы можете постирать ее и снова прикрепить, а также поменять. Это делается элементарно. Если, например, гараж вашего пылесоса находится на кухне, а убраться влажно нужно где-то в зале, то можно включить уборку только зала при помощи отметки на карте. Таким образом, робот-пылесос в сухую пройдет всю вашу квартиру, доедет до зала и только здесь начнет давить воду. Теперь мы с вами заходим в меню настроек и посмотрим, что мы можем позволить себе в данной ситуации. Плановая уборка делается по расписанию. Например, 4.15, вот эта уборка, которую я запрограммировал, на самом деле прибавляете 5 часов и получается, что у меня стоит на 9.15, потому что все-таки это китайские серверы. Первое время ты очень пристально и с интересом наблюдаешь за роботом-пылесосом, обращая внимание на то, как он убирается. И впоследствии замечаешь, что он не доходит до самых краев. Ну, то есть, как бы посерединке убирается, а до конца не доходит. Это решается очень легко. Нажимаешь опцию «Убраться по краям», по границам. И тогда он стукается обо все стеночки, или точнее проезжает настолько плотно, что задевает их, проходя все углы. Эта опция включается в приложение «Единожды», и при следующем запуске он будет стараться также экономить свой корпус от дополнительных пошоркиваний и ударов. Чистка пылесосом вдоль краев мебели, и это значит, что он пройдет только по краям вплотную, а не как обычно посередине, и в итоге соберет всю пыль по краям. Эта уборка работает только один раз. Например, включил, она прошлась, и все, выключается обратно. Каждый раз так делать не будет. Вторичная уборка позволяет запустить уборку сразу после ее прохождения и пройтись по второму кругу. Обычно у плохих пылесосов, у дешевых пылесосов, оно так и происходит. Робот проходит много раз по одному месту. Режим «Уборка по S-образной схеме» — это стандартная. И, наконец, режим «Уборка по Y-образной схеме» — это когда имитирует движение человека в руках со шваброй. Дальше переходим на интересную опцию, которая называется «Виртуальная стена и ограниченная зона». Сейчас я на ваших глазах попробую внести еще одну ограниченную зону. Беру вот этот квадрат, я его могу растягивать, могу вот таким образом сделать, как хотите ограничить любое место. Понятно, да? То же самое могу добавить в виртуальную стену. Вот таким образом сделать. Здесь также есть редактор площади уборки, где мы можем подписать кухня, зал, ванная. Он видит на самом деле все. Здесь видна чуть-чуть и ванная. В ванную я его не отправляю. Но сам факт, что он вот работает, например, по прихожей, по кухне, по залу — это у меня основные места. Дело в том, что в ванной, в туалете у меня высокие порожики. Я хочу сделать, конечно, там плавный переход, чтобы он мог туда заезжать. Но пока что этого нет, и он убирается только по комнатам. Все расходные материалы имеют определенный срок годности. Но, как мне пояснили в самом магазине, тряпка будет работать приблизительно полгода. Дальше ее нужно поменять. В комплекте есть запасная, кстати. Щетки работают примерно тоже полгода. Но на самом деле у робота-пылесоса Xiaomi есть встроенный подсчет ресурсов расходных материалов. На самом деле это примерный подсчет с момента запуска. Он, конечно, фиксирует, сколько времени работает пылесос. У меня он уже получается, может быть, месяц, может быть, два. И 81% боковой щетки еще в запасе. Основной щетки еще 90%. Данный робот-пылесос оснащен двумя бачками. Одна просто для сухой уборки с фильтром, другая для влажной и сухой уборки одновременно. Его я использую чаще всего. Здесь двойный бак, в который можно долить воды. К сожалению, объем небольшой, но достаточный для двух уборок на площади 43 квадрата. В интернете есть информация о том, что эти фильтры моющиеся. Я решил, недолго думая, проверить, так ли это. Попользовавшись пылесосом недельку, достал фильтр и помыл его под краном с мылом. Но просушил как-то не до конца и поставил обратно. Включаю робота и слышу, что воет он как-то натужно. Тяжело ему. Подставляю руку к выходному отверстию для воздуха и понимаю, что не дует. Это значит, что после мытья фильтр нужно как следует просушить. Желательно где-нибудь на батарее или на подоконнике. И потом он действительно начинает работать нормально. Вот в принципе и все, друзья. Самое интересное мы с вами посмотрели. Для того, чтобы запустить пылесос, достаточно нажать старт. В любой момент его можно вернуть на зарядную станцию. Можно поменять прямо во время работы уровень подачи воды. Запустить пылесос можно через приложение из любой точки мира. Например, вы уезжаете куда-то в отпуск. И приехав домой, хотели бы видеть чистую квартиру. Запускаете и проблем нет. Он справится с этой задачей. Пылесос имеет голосовое управление, в том числе и через Яндекс.Станцию. Да, его функции, конечно, ограничены. Можно запустить его, остановить, поставить на паузу, отправить на зарядку. Вот, собственно, и все. Нельзя сказать, иди подмети только кухню. Или иди подмети только коридор. Или только зал. Таких команд он пока не понимает. Но сам факт, что голосовое управление освобождает ваши руки. Включи пылесос. Легко. При своем первом запуске робот-пылесос понятия не имеет, где находится. Поэтому он вращается на месте и осматривается при помощи своих радаров и датчиков. Перед вами тот самый лидар. Он же радар, который быстро вращается и сканирует комнату. Ну, а также любые места, в которых находится. В результате вы можете на смартфоне лицезреть, как простраивается карта данного помещения. Рекомендую при первом старте, для того, чтобы карта была ровной и красивой, убрать все лишние предметы, которые стоят на полу. Например, стул или самокат, стоящий у меня в коридоре. Если его убрать, то карта простроится очень четко. А потом вы сможете виртуальными зонами, которые также редактируются внутри приложения, ограничить места, в которые пылесосу лучше не заезжать. Алгоритм работы этого пылесоса главным образом такой. Он проходит по периметру вашей квартиры, обозначая зоны уборки. Затем сначала по S-образной схеме проходит кухню, комнату или коридор, или еще какие-то помещения, которые вы ему зададите. Как я уже говорил, пылесос имеет три основных режима. Сухая уборка, влажная уборка, сухая плюс влажная уборка, которую я чаще всего использую. Раньше я просто ненавидел мыть полы и подметать. Сейчас это халява. Пылесос запускается по расписанию два раза в день. Причем моет и чистит гораздо лучше, чем сам человек. Ты не сделаешь настолько тщательно и дотошно. Он эффективнее и круче. Сейчас вы увидите урожай пыли за три дня. Всего лишь три дня. Посмотрите. Сколько там всякой бяки. Ради эксперимента я попробовал посмотреть, найдет ли он свою станцию, если переместить ее в другое место. Что делает робот в этой ситуации? Он просто ездит по всей квартире и сканирует площадь вокруг себя в поисках станции. Делать он это может достаточно долго, но в итоге станцию все-таки находит. Надо создавать более комфортные условия, иначе пылесос будет долго мучиться, пока заедет. Но сам факт, что несмотря ни на что, он взял и припарковался. Площадь моей квартиры, как я уже говорил, приблизительно 42-43 квадрата. Данному роботу требуется 20% энергии, чтобы сделать одну уборку. Предполагаю, что если квартира была бы больше, он бы потратил 40-60%. В общем, аккумулятор здесь достаточно емкий. Обратите внимание на то, как грамотный робот-пылесос обходит препятствия и убирается вокруг ножки стола. Он двигается не просто какими-то квадратными движениями, он делает это плавно и по кругу. А когда заканчивает уборку, вообще на перерез устремляется к своей станции. Хороший вопрос задали мне близкие люди. А может ли он пылесосить, например, диван? Чисто теоретически, да. Посмотрите, что будет, если положить его на диван. Он начинает работать, просто ему неудобно пробираться. Так же, как через половичок или тряпочку на полу. Это нормально. При этом, конечно, для дивана он не очень эффективен. Но вот в чем вопрос. Упадет ли он? И нет. Он не упал ни разу. А теперь давайте посмотрим на примере стола. Робот-пылесос против стола. Свалится или нет? Перед вами очень пыльный журнальный столик из Икея. Сейчас мы проведем наш эксперимент. Первым делом пылесос осмотрелся. Но он еще не знает, что находится на столе. А может и знает. Сейчас посмотрим. Свалится или нет. Как видите, пылесос не падает, словно какая-то невидимая стена его сдерживает. Друзья мои, посмотрите. Вот датчик у него работает. То есть он светится, но на самом деле глазами этого не видно. Его видно только камерой. И вот эти колеса. Это моторчики. А теперь давайте коротко и тезисно по списку, какие опции должен иметь робот-пылесос, чтобы вас он устраивал. Невысокая цена, при этом полный набор опций. Первое. Он должен иметь и влажную, и сухую уборку на ваш выбор. Там уж сами решайте, чем пользоваться. Второе. Он должен иметь хорошую систему ориентирования в пространстве и не стукаться во все препятствия. Третье. Он должен иметь хорошую силу всасывания. Четвертое. Он должен иметь возможность поставить виртуальные барьеры вместо неудобных магнитных наклеек. Таким образом, отмечая на карте зоны, в которые он не должен заезжать, вы освобождаете себя от лишних забот с наклейками. И пятое. Он должен иметь удобную замену расходников. Подводя итоги, могу сказать, что данный робот-пылесос Xiaomi Mijia LDS Vacuum Cleaner черный имеет абсолютно все опции, которые необходимы человеку в повседневной жизни. Он справляется с любыми задачами, которые перед ним стоят. Да, есть модели мощнее с большим баком для влажной уборки, но в целом общем, как стартовый вариант, который можно использовать долгие годы в разных местах, эта модель подойдет вам на 100%. Я ее не рекламирую, есть и другие варианты. Самое главное, чтобы вы поняли, как правильно выбрать робота-пылесос. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Евгений Донец. Это все, все, что я хотел, сказал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok